Привет, друг, кто на канале, смотри, учись, с тобой Миша Егор, и сегодня будем смотреть за темпларкой профессионального игрока. Это Чуань, 26 ранг, и игра обещает быть очень долгой, очень тяжелой, но и, как следствие, интересной. Длинные игры зрителям нравятся, мы тоже не прочь посмотреть на серьезные противостояния, на всякие необычные решения, которые игроки принимают в долгих играх, ну и на нейтральные шмотки, что немаловажно. Достаточно редко получается поиграть с 5 тиром. И на примере этого игрока научимся. Играет на темпларке в 7.29D патче, темпларка очень крутой герой. И всем приятного просмотра! Всем привет, это проигрок из Малайзии, играет на темпларке. Темпларка суперсильный герой, один из самых вообще сильнейших героев патча. На мажоре самый большой пикрейт и банрейт, то есть в каждой игре, можно сказать, эта темпларка залетала с драгонлендсами фастовыми. Очень-очень сильный герой, переапанный герой, просто жесть, мне кажется. С огромным шансом этого героя будут нервить, потому что и винрейт в папчике у темпларки около 60% на 6500+, получается, или 7К+. Так вот, герой суперимбовый, поэтому обязаны его посмотреть. Тем более, долгая игра тут будет вдвойне, как по мне, интереснее супердлинную игру на темпларку смотреть. Тут топорик в стартовом закупе очень часто начали это многие игроки на темпларках практиковать. У Мэджикла видел тоже в каждой игре этот топорик на темпларке. Кто не знает Мэджика, у парня, который спамит эту темпларку. У него тресатый тир на ней, и вот он в каждой игре этот топорик покупает. Это очень хороший предмет. Ну и мид пока что уверенно достаточно стоит в плане ресурсов, прекрасно себя чувствует. Крипов хорошо добивает. Пока что все по красоте. Причем, смотри, покупают и ботул, и стики. Ботул еще ладно, сейчас в каждой игре ботул этот залетает, но вот стики. Стики немного удивляют, что здесь не всегда они появляются. Ну, против пока нормально должно быть. Просто проблема стиков на темпларке в том, что постоянно ходят в рефракшне, соответственно, всегда хп фуловые. И ты с этих стиков там только мануси можешь разве что восстановить. Так что зачастую только ботул покупают. Стики не всегда берут и не всегда грейдят. Можно там, не знаю, вот эти негрейшные стики взять, если против какого-нибудь спам еще у героя стоишь. И все, и этого хватит вполне. А мне нравятся грейшные стики. Если уж играть в боевую темпларку. У него в команде антимаг. Темпларка еще несколько патч назад была героем про АФК фарм. Антимаг в принципе всегда таким был. Чтобы этот фарм поделить, нужно кому-то быть боевым и темпларка. Надеюсь, что с драгоненсом будет здесь восставым. Единственное из закупа, что я знаю, это какая будет шмотка в пятом тире. Я думаю, все уже знают. Превьюха сто процентов. Не обойдется без этого предмета. А так забил в целом не в курсе. Драгонвент сто процентов здесь появился. Как по мне, вообще никак в этой игре без драгонвентса не сыграть. Предмет очень темповый. Хорошие статы. И плюс здесь такие герои, против которых как раз таки драгонвентс понадобятся. Нужно постоянно держать позицию против аппарата, против пака. Как по мне, драгонвентс здесь суперидеально выглядит. Без него вообще никак. Такой стандартный более-менее выбор. Блин, мид очень уверенно, конечно, стоял. Смерть не планируется. Скоро потихонечку в тройку будет переходить. Вот уже даже варси вот сюда поставил. Треугольник будет софармить с большой вероятностью. Идеально, чтобы по стаку кто-то. Там как раз есть Мирана, который... Которая может... Ну, просто на стак уходить, оставлять сингинга соло. Тут варка была бы счастлива, как по мне. Ну и на самом деле паку сложно вообще что-либо противопоставить этой темпу арки. Причем, смотри, у пака девятый ранг, 25-й тир на этом герое. Как раз сейчас показывал. Ранги зрителям очень уверены на паке ленец. Казалось бы, настолько мид фришной для темпу арки должен быть. Ну, пак красавец. Очень уверенно хитается, постоянно меняет позицию. Постоянно агрессирует. Но все равно по крипстату проигрывает. Ну, сейчас оба будут вспышивать линию. Надо ходить в лесочек малой споты фармить. А сейчас, когда уберет вейв с катапульта, я думаю, возможно, даже смотается на древних. Ну, смотри, пак уже пошел с эндрой ставить. Очень приятно при игре противопоставки, что сентряги сейчас дешевые. Раньше ты тратил 150 золота, чтобы не бояться стоять в миде против этих трап. Сейчас сотку получается. Ну, смотри, потемпларка тоже сентри покупает. Раскидал тут сентрики с обеих сторон. Глиф еще на катапульта нажал. Правда, дефать и особо не стал. Ну, скорее всего, это он нажимал. Не совсем понятным. А как же ты тратила струны? Продолжай. Вот я, честно, не понимаю, а как тут антимагу играть? Вот я сейчас на него посмотрел. Он стоял против бруды. И как ему камбэкать в такой игре? Там уже бруда все, она спокойно за вышку заходит. Она получила шестой уровень. Все, антимаг больше не стоит на той линии. То есть вот он без телепорта идет на бот просто. Как ему в этой игре камбэкать? Я вообще не понимаю. Темпларка тоже такой немного жадный герой. Не факт, что она сможет создать много спейса для антимага. Не факт, что она сможет ему лесочек пооставлять. Вот честно, антимаг тут как по мне вообще не вписывается. Против вражеского драфта тоже хреновенько смотрится. Думаю, у него будет супертяжелая игра. Тут просто его герой не совсем заходит. Там уже вот, брудка сломала тавер. На бруде играет ФРФ. Игрок третьей позиции. Вот, и заходил к нему на твич. Часто он на этой бруде сейчас практикуется. Но все-таки герой тоже имба на тройку. Вот сейчас его... Любой игрок на третьей позиции обязан его в пуле иметь. Потому что тоже герой невероятно силен. На мажоре в каждой игре появлялся. Скипнули паузу. Возвращаемся после паузы. Продолжение. Обычно просто я после паузы продолжаю. Не сработались. Ну ладно, тут наншентов потихонечку переходит. Застакали ему парочку. Еще маленький спот тоже застакали. Блин, приятно, приятно. Тут сразу же все шмоточки выбил, которые... Ладно, только одну не выбил. Но с этого спота, по идее, должен выбить. Причем, нетвор все равно, как у бруды. Настолько себя круто чувствует на темп арке. Заформил кучу аншентов. Пачку на миде заформил. Но бруда все равно по нетворцу. Слишком хорошо себя чувствует. Блин, эти бруды, конечно, это вообще жесть. Это мерзость. И обратите внимание. Второй скилл на двойку взял. Достаточно интересный момент. Обычно третий максит сейчас под драгон лэнс раз. И в принципе второй скилл так поменяли. Раньше было две синицы. Арморы снижения на первом уровне прокачки. Сейчас пять. И у него, кстати, есть инфакт, где об сервере противника стоит. Но смотри, коломает именно сэндрю. Там прейшн, опс, у него на глазах стоял. Возможно, он решил, что прейшн сломал этот опс. Давайте, наверное, заспитерим. Реально сломали. Интересная история. У меня тут руна дабыл дэмэдж. Я есть, очень хочется ее реализовать, честно говоря. Так и будет сейчас дрим койл. И дрим койл порвал. И замерз при этом. Неприятная история. Есть еще энчант. Сейчас катится рефракшен и смотри-ка пошел в размен. На замерз опять, к сожалению, очень много замедления. Мы должны будет здесь принять ничего. Ой, какие же каски. Еще и подвоимся псиблэйда фигачат. Там, кстати, на десятом тоже на псиблэйда еще заберется в каждой игре. Опять же, под этот драгонвенс, под макшен, третий скилл, там рейндж атаки. Миллиард просто. Хорошо. Подрались. Ну и вот как раз только я сказал, что хочется ддшку реализовать. Думаю, его устраивает такая реализация. Минус два героя просто. Спейс для антимага. Которому тяжко в этой игре. Три 500 лет варса. Ну про него даже забыли, ты прикинь. Фармить просто спокойно. Тут очень важно, чтобы у Сент Кинга тоже над ворс был. Ему супер сильно нужен дайгер в этой игре. Потому что с дайгером будет легче бруду цеплять. Кстати, пришел паукан. Нажимает дасты, смотри как нагло. Думаешь, что может это селиться панк? Заводите, чтобы достать не заведали. Ой-ой-ой, ты посмотри, видняга на паке. Как-то бруда слишком в себе уверена тебе, как мне кажется. Загаждаешься в себе слишком уверен. Почему ты уверен, что это бруда зафорсила пака? Думаешь, прям как кричал. Ну просто он нажал досты всех паучков павел. Ну и пока пришлось тоже. Безбашен этот мод включать и вперед. Ну хорошо, смотри, вышку забрали, кучу киллов оформили в миде. Правда, Т2 у них нет уже на топе. Бруда все еще ни одной смерти не имеет. Но под Сен Кинга можно будет по-любому что-то придумать. Сен Кинг имеет дайгер. Под ультимейт Сен Кинга в идеале. А там, смотри, Сен Кинг уже напрягает. Вот насколько же крутая игра для Сен Кинга, честно говоря. Вот реально приятного в этом драфте. Играя на темп-варке, видеть в твоей команде Сен Кинга. Потому что здесь с ним можно кучу всего делать. Это очень важный контроль. Это можно цеплять бруду. Это цеплять дровку можно. Убивая тут паучков. Не теряется пока что, поигрывая, все настолько хорошо делает. Вот если вырубить с этого момента, не обратить внимание на брутку, 158 крипов за 11-30. Это круто выглядит. Так, и смотри-ка, цепанули опять брутку. Но без продолжения. Темпларк остановится просто оформить. Общегрыженные стики работают круто. Вот в двух файтах они не были очень полезными. Опять же это боевая темпларка. У нее с этой классической темпларкой, которая фк фармит. Дизоль, чтобы фк фармить блинг, чтобы соло убивать Рошана. И только потом как-то двигаться. У них мало общего. Секунду, мне кажется, ржавертаки 600, принимает файты. Кажется, после паузы забыли по времени скорректироваться. Так, возвращаемся в игровки. Боя тут у нас дизолятор. В принципе, стандартно все выглядит. Под раннего Рошана. Идеальный сетап кучу урона. И сразу же огоним, как бы, о следующем предметом. Огоним тоже сейчас суперпопулярный предмет. На темпларке иногда даже чаще, чем в ринг залетает этот огоним. Это уже очень много дает. Мэджика вот тоже в каждой игре этот огоним покупает. На стрима я его захожу. Конечно, всем советуют огонимчики покупать на темпларке. Но в этой игре можно себе, по идее, позволить на творчество у него огромный. Правда, файт какой-то странный получился без темпларки. Что-то попытались придумать. По итогу просто фиданули. Отдали кучу скиллов. Вразмен на пака, правда. Пак это, конечно, радует. Все-таки омидер. Хотя бы мидера подрезали. Вообще, по поводу огонима, есть ощущение, что они не могут выигрывать файты. Против бруды с антимагом, с темпларкой. Поэтому он хочет сплитпуш удариться, как пристегивать противников постоянно. Ну и выбирать места для фарма подальше от антимага. Тоже момент немаловажный. Но все-таки, как ибо я бы к башка, резко задумал дальше гнуть боевую линию. Блин, там брута уже 4.0. Там предметов на плотность она покупала почву. Смотри, Саурсия взял на бруде. А ты видал этот муфеттемпларки? Подошел. Тычка и целиком малый спот, он тимага убил. Блин, если этот парень на бруде еще себе получается загрейдит пайп, купит себе гривсы. Даже пацан Кингас, в местном парке будет не так-то просто его убить. Он там радует, что Сан Кинг правильными вещами занимается, дровку вот эту цепляет. В этот момент опять бруда. Пакостит. Ну, слушай, нормально так-то по башке и перелетело под затыльник. И это Макс во второй скилл. Даже так достаточно часто играю, но я все чаще и чаще вижу вторую единичку. Иногда я, кстати, второй открываю там на... на втором уровне, на третьем. На некоторых линиях против Эмпер Спирита я взял реализацию. Даже в плане брени герой достаточно мягкий и опять увел. Давай, спытаясь подносил антимага. Смотри, насколько Пак далеко заходит. Наверное, поздно среагировали на то, что Пак нагреется чуть-чуть бы пораньше. У него никакого даггера нет, он арбу потратил. Если так убьют, то окей. Так, кстати, смотри, плохая позиция в темп-арке. Но Сан Кинг сразу же выруливает. Очень хорошо ворвался в дровку. Вот если бы не Сан Кинг, конечно, тут без шансов было бы для темп-арки. Вообще, блин, настолько хороший пик здесь Сан Кинга. Он еще с этим киноптиком бегает. Сан Кинг очень очень выручает. И после ВКБшки уже планируется Аганим. Тоже очень нужным этот айтем выглядит. Насколько пушек постоянно ловить Operation? Operation выбит линии поотпушивать, потому что он может ультимейтам через экран больше сделать, чем находясь непосредственно в драке. Он еще тоже регулярно на линиях появляется. Вот интересно, стоит ли это того, вот в эти ауры закупаться вот в таких играх на бруде? Мне даже кажется, он ручит бы купил на 9-й и сломал больше браке. Ну или как Corrosion какой-нибудь, не знаю. Там тоже Ваганимы какие-то. Просто игра вся на нем завязана. Просто если ты покупаешь эти ауры, то тебе придется быть полезным для команды. Но просто у команды все не так хорошо, чтобы быть для них полезным. Дровка очень много умерла от Сан Кинга. Пак тоже. Не самая простая игра для Пака в этой игре была. То есть ему по сути нужно как-то эту игру сейчас в салу вывозить. Ну пока что она тем и занимается. Но вот непонятно сможет ли, ну как долго сможет ли это продолжаться. Опять же вот момент, который я услышал от одного хартера достаточно опытного. Я люблю играть на команду. Мне нравится играть на команду. Я играю на команду регулярно, но иногда убийство вражеского кора основного соло для команды гораздо полезнее, чем тот же пайп. Опять же, сколько раз темп ларка гуляла в его экране Сан Кинга, Мирана, антимаг, и ничего ведь не боялись. Мне кажется, фестовый орчит мог сработать. Ну вот, что-то непонятно, смотря на все пор просто всех налево и направо убивает на своей друде. Убил просто антимага, Мирана. Кстати, они могут за ним орчит сейчас бегают хорошного фарма на темп ларке, немного пропустил. Тп шиться в мид, сюда же тп шиться сейчас антимаг. Очень тяжело быть АМ-ом в этой игре. Но на этот раз фарм уступает, обратите внимание. Тимага, тут вообще сложно. Ну, по-моему, не совсем уступает. До БКБ шли хотя бы. Кончентов уступил. Уже что-то. Хотя бы не весь фарм забрал. Малый свод оставил, древних оставил. Взял себе ровно столько, сколько ему на БКБ нужно. Ну, полкарты просто бурда занимает, дровка очень много фармит. Темп варка тоже тебя в лес не пускает, антимага вообще капец. Суперсложно в этой игре играется. Тоже интересно, по крипам у него в два раза меньше, чем у там варки. Хотя, казалось бы, это антимаг. Но только 150 пока что крипов. Удровки даже 160. Здесь, очень сложно споты найти. Причем он он все равно молодец, потому что он не нафиде почти в этой игре. Он один раз только погиб. Но, честно, меня это удивляет, что как можно вообще настолько маму умереть, когда настолько тяжелая игра для него. Так, это очень важный файт, потому что если хорошо подраться, можно будет рошан забрать супер раннего. Подпичка просто всем раскидывает отличный моледикт ультимейт от вич доктора. Ну, хорошо. БКБшку все еще не нажал. Хорошо, наверное, хочется забрать. Это очень сильно усилит. Отлично. Просто минус 3 оформил. не нажав при этом БКБ. Ну, можно Т1 Рошана как вариант просто Рошана. Хотя вот успевают ли? На самом деле там противники не настолько долго возрождается. Видимо, Рошан немного тянется. Рошан явно напрашивается. Не просто же так он БКБ все. так и смотри, действительно пингуешься уже нападать на Рошана. Сликсилер амулетом еще очень повезло идеальный предмет для темпуарки. и тут стоит под дабл трапу. Вот еще под дабл мэлтс. Минус армор стакается. И плюс еще дезолятор тоже дофигаща. Минус армора уже минус половина хп. но там все противники вживых из-за этого приходится отходить. И пока у них пиков нет. Антимаг Т2 на боте спустили. Противники таки будут здесь все показываться. Смотри-ка Вижен поломали. Гораз сложнее теперь будет. Смотри какую они вилку шикарную готовят. Темплар кашевается в области Рошпита. Все абсолютно в трапах. Антимаг пушит бот сенкинг на подстраховке. И темплар к свечу доктором тоже подходит сюда и смотри кадровка подставится. А это иллюзия. Да не все так просто. Ну и таланты не озвучивали. Вообще на мажоре вот это самый популярный раскачет темплар к левый левый правый талант. Так чаще всего берется. Уже более-менее стандарт. тут еще есть что диспалить этим молодом. Так и смотри противники как нагло накидываются на рошана. Они его убьют не так быстро. Можно успеть помешать. Тут отлично цепанули пака. А как как так поставил так интересно. А ну хотя что-то пошло не так. Он как будто бы знаешь тычку сельвера получил на темплар к. Он как-то просто шел на этого пака без возможности ударить я не с тем понял что произошло. Ну все кстати решали он бы сейчас без мана шел домой если не эти стики. Да тяжеловато. Она вся закончилась. Опа сеткинг там ворвался в дорогу блин ты посмотри как хорошо он ворвался куда бы еще чуть дэмэдж красота. очень мало маны в этом парке все смотри косяки подзарядились на рефракшн точно хватит даже на мэлт хватало бы на секунду поставилась грубо сразу среагировал сенкинг хорошо не придется умереть на темплар к сожалению на антимаги главное не умереть но умирают они хорош она дадут бруда бэйбэк новость дровка 15 секунд анти маг бэк отца сто процентов не будет хотя кто знает но мне кажется что она на кире тем более на антимаги бэйбэк вообще в таких ситуациях тратить не хочется дрова м сарчик такие врёны божественные всю игру перехвалил это проклятие гора хвалишь игрока он сразу умирает вот удивительно что темплар не похвалил он просто умер по поводу вичблэйда против тампларки вичблэйд очень круто выглядит один удар и пускай они моментально но минус 400 реакшна стычки из 3 тика вичблэйда очень круто работает вот печально что с рошаном такая проблема произошла потому что рошан очень важный хоть это и первый рошан это по темпу неплохой рошан тем более они забрали рошана у темпларки потому что темпларк вообще такой герой что ее основной пикрейт вообще что на мажоре что в папчиках заложен благодаря тому что она очень рано рошана убивает очень рано второго рошана тоже убивает соответственно шарт сырочек куча нетворца однако вот там ребята уже драли рошан чека и темпларка убили и ситуация теперь не самая приятная там иегис на дровке дровка резко сильная стала то есть она под савер крестом сейчас будет двигаться монтой с пикой ух ты пак погиб его сова сенкин кубин ну ладно не совсем соло просто подстанем видимо так ну и вот залетает и гоним сейчас надо будет трапы потихонечку начинать расставлять просто куда куда глаза глядят фигачит не стесняется шарт бы еще прикупить это и максимум ловушек это и сэненс против этого жопака охренительно сработает так и смотри реализация аганима накидывается на брудку и тычка из молда моментально парень умирает пак без диспелл причем в линку целится обрати внимание но срочно шар должен появляться на темпларке можно попробовать пожадничать второго рошана дождаться но такое наверное причем ветераны ему пока что даже даггера сильно не нужно потому что все время может инициировать сенкинг и в этом плане аганим чуть-чуть покруче даже смотрится это и статы это миллион трап это эскейп если ему все время может инициировать сенкинг он просто на эту трап будет дебешиться но все равно шар кейкб опять же шар слишком хорош подогоним рошана этого устанет ждать причем причем и тебе и без шар дай и без загоним нормально темпларки играли и тот и другой предмет они прям поломаны три с половиной секунды сайленс это что вообще такое в любую точку карты не в любую нужно чтобы там трапа заранее оказалась суть я думаю я передал упака причем ничего против этого сайленса нет он себе взял линку против антимага и против сэнкинга это хорошо смотрится соответственно его можно просто успевать за сайленс даже убивать ой-ой какой предмет хороший уступит ли антимагу вопрос да все-таки уступил тогда антимаг правда в соловках каким-то образом погиб под сайленс дровки видимо успели его заберзить причем там смотри там все противники линке на покупали дровка вся линку взяла пак длинку себе взял ну линка напротив антимага это хороший очень предмет ультимей нажмет против сэнкинга вот так на секунду подзагулял на темплар через секунду оказался в безопасном месте 10 секунд прошло опять секунда подготовки и уже в драке так и подкрадывается к ниче у нас слишком тяжело ее бить не нажав бкбшку зато ты посмотри какую цель взяли ну в размене тройками разменялись здесь а дровка все еще с эгисом на ней лис вообще не хочется он доставил в кулдауне у антимага сейчас вещь доктор много делает на самом деле под этот под баночки под маледикт очень много дэмэджа по-моему он чуть ли не во всех убийствах бруды поучаствовал что опять же бруда страдает от этого маледикта и касками смотри какая трапа у него ювелирная опс правда самец не получилось но без синткинга наверно этого пака получится убить те кто знает а там трап больше нет просто видимо отпустит а вот инша отсюда никуда не денется синткинг делает телепорт подстанет и спокойно убьет неплохо но правда ультимейт такой сена антимага лишний как по мне можно было сэкономить ну тогда фрактам фарки достался бы я думаю антимаг очень хотел этот килл антимага все хреново фарм ему особо не торопились четыре игрока выступать максимум 3 то мы глазами антимага не смотрели может там все еще хуже было ну да кстати скорее всего ради фрага просто нажимал тот ультимейт причем смотри как много фармит благодаря этому аганиму не противников при этом шугает очень страшно против аганима тэмп ларки двигаться и причем ты видишь как она отпушивает линию и это не дает тебе вообще никакой информации вообще потому потому что через одну секунду она окажется в нужной и точке если там заранее готовы трапы ты можешь быть безопасности только под своей центрой либо с гемом это интересно почему на фонтане так редко про игроки оставляют трапу кайфовая тема там улететь от какого нападения либо просто ресурсы восстановить почему-то какую бы игру на тэмп арк не смотрели с аганимом что-то вот про фонтан забывают трапу там ставить вот я у вагомав вообще увидел это тоже игрок на тэмп арке 30 и 30 уровень него парочки он поставлен на фонтане трапы оставляет и обузит их постоянно но вот другие почему-то то ли ленятся то ли то ли просто не хотят вообще редко ставится на на фонтан трапа хотя кайфовая тема как по мне одну можно влепить в области базы давно не появлялся возможно в этом делаем посмотрим может быть реально не задумался дальше это фишечки так и смотри-ка саганима опять прыгает накидывается на трасс в дровку но забьется идти дальше трапы можно было проводить дать но просто делает телепорт на гонену скиля опять же это гадость но тембол да маны стоит 50 всего лишь кастуется очень быстро по-любому это надо нерфить как по мне ну он просто везде находится отри летит на базу интересно будет рапу оставлять молодец какой радует глаз услышал меня все-таки мы тоже рекомендую трапы на фонтан вообще офигенная тема ресурсы восстановить просто с летать если там опасная ситуация шмоточку забрать тоже почему бы нет не обратите внимание против брудки взял талант на рефракшн с одной стороны это до 28 эффектов с другой стороны баши это очень круто работает этот товар пауки долго пройти него не живут так что наверное аппарата на талант на баши же миллион раз понерфили альтернативно наоборот все аппо этап это как бы пытаются намекнуть что чтобы этот талант именно брали на рефракшн ну и да на самом деле сейчас составили этот талант брать сотри тут фрекил с получими лапками телепор сделал телепорт сделал молодец я думал что уже можем хоронить этого аппарэйшн причем иногда нас против так загуливаешь делаешь телепорт и ты выбил телепорт из рожеского кора ты красавчик ты машина спейса а иногда против темпларки ни хрена не произошло слишком разница нажимаются смоки второго рошана хочется сейчас пиков нить героев забрать второго рошана шар арт сырочек аегис лишним явно не будет дровка может себе позволить спокойно находиться в боте просто территорию отжимать у противника встретить постоянно потому что ну блин агоним вообще жесть смотришь на это ну им пища ловушек миллион вот он правда и хлопает лишнее вот и реально может себе позволить вообще везде находиться всегда может беспалевно на рошана накинуться противники не факт что могу догадаться что вот так вот там парка резко на рошана телепортируется с ловушки но тот несложно догадаться что противники на рошане все-таки антимаг спалился и уже на топе ну и наконец-таки драка правда начинается убийствующий доктор новичий доктор с выкупом а он просто есть спокойно делает сюда телепорт и пошли 18 извини 14 зарядок рефракшна причем раньше темпларка была настолько булочкой в лейте вот ты понимаешь что разница между темпларкой на 15 минуте и темпларка на 45 она чуть ли не минимальна а сейчас каждые 10 секунд подготовка секунда прыгает по всей карте за два удара сносят пачки 28 зарядов рефракшна абсолютная неуязвимость баш через бкб с кд5 это постоянные цензи у него сад решет очень блога даже почти почти 600 крипов у него уже почти нет это парка просто ходит героев формит крипов формит больше чем антимага крипов тема который играет с бфом ну и халявный рошан шарт есть у темпу арки антимага видимо сапикам оставят шарт кому тут вообще можно миране по идее шарки нужен ну сын кингу хотя варта мечтать тоже прикольные тела даже интересно кому шарта с вами а паку решили оставить но кстати так как это произошло он просто шел к себе домой очень шар на душе дернули видимо да я шар антимага всякий но он забрал и без сыр тьмы по-моему это того не стоит на пакет даже хрен знает т2 на топе не в любом случае отдают а так дровка сейчас встанет и дайр я думаю без эгиса не будет особо далеко лезть мне кажется стоило они времени на него потратили полным-полно ой неуточное слово много времени потратили на него и без эгиса остались и статус вейбека его они не знают пошли крипски по есть кстати наконец-таки блинк еще мобильнее этот импларк стало даже интересно почему игра затянется на хг наверно тяжело заходить против дремкоилу против дровки могут под дремкоилу поставиться какой-нибудь антимаг и дровка заберся от теории чем-то будет происходить но в них за 40 минут 0 агетисов мне кажется вот эта основная причина ты что думаешь на этот счет ну да это уже верно уже четвертый тир шоу так прикел операционно ну прокликала на всякий случай если у него там какие-нибудь госты у него только только форсов и все даже глимера нет никакого булочка просто на аппарейшене прикольно кстати предмет рано или поздно по-любому понадобится антимагу по-по-по-носить в рюксачке либо не в рюксачке для пуша пригодится насколько же приятно фармить просто со спальдер лексами с аганимом без сапога даже бегает просто вообще все успевает фармить все леса накопить сейчас еще себе получается зеленый блинг за грейдит смо спидом проблем не будет у него уже 370 так-то неплохая сумма учитывая что у него нету что нету сапога не получилось на пак телепортироваться как бы мог убить опачки тут трепа у него стоит ой на пак сломал трепу опять мангем вообще охренительно выглядит на такой стадии против там парки по поводу сапога есть же у него сапог лапки даже ботинок нейтральный я про это и говорю а я видимо кусками слушал напоминаю что лапы с ботинком не стакаются ну и четвертый тир не берет потому что без лапок этих будет играть тяжело без моспида о ее там дровку подцепили блин очень хороший фраг потому что сейчас убили антимега хотя бы корами разменялись ты парочка пофармить ты посмотри пошел на вражесе саппорта охотятся еще и пси-блэйдами проехался по опрышину какая же красотища подставился антимаг казалось бы хреново тяжко но в то же время команда противника на вижен встает моментально тембларка показывается на боте идет в бараке радион делает телепорт и за это наказывает дровку еще и двух саппортов выносят которые просто на трапе секунду постояли уйдем по двоим очень страшно это выглядит там сразу после байбэки табарка понимаешь что дело пахнется чем-то плохим и просто улетается стрек ну смотри суши там был хороший дремко однако никого не убили за этот дремко вот интересно как как у пока столько на творце вот он вроде часто очень подставлялся однако у него все прекрасно по на творце я думал гораздо хуже положение однако он вообще кайфует очень много фармит 30 потихонечку берется я не понял что с батлом было вон ты конечно все на базе у него ботал все еще был в кулдауне да это 2б да смотри кстати номера не себе агрессионные купил один раз на мажоре этот предмет залетел вот суперзатишных игрок решены его прикольно смотрятся на самом деле но предмет очень дорогой из-за этого залетает но только в очень затяжных играх вот опять же на мажоре один раз только залетел в финале там игра была долгая кастренжа грешным юла мне хватает мне кажется чтобы как сейф использовать добавить добавить бы хотя бы сотку ну и подешевле сделать тоже хотя бы там рублей на 500 перебор но летать на них очень кайфово у тебя просто герой чуть ли не бессмертным становится с этими елами грижинами постоянно летаешь туда-сюда там еще с ним даггером тоже прикольно супер мобильным резко становишься вообще раз давай раз уж мы примерили на себя шкуру разработчиков доты вот по два нововведения придумаем вот срочных экстренных я считаю что нужно обнуть и менюра тогда чем на бруду надо стэм паркой тоже чуть-чуть еще поднять 1 сф обязательно только лайнинг и кстати кажется что в ней ничего в патче с сфм делать не будет я уже на пятую позицию кстати пересаживаюсь я пытаюсь везде от этих эсэфов спрятаться на керри играл так это чудовище приходит на 9 с елами на тройке играл тоже находит меня сф на тройке нет кажется в пятерку не будет свой реквием нажимать даже пятерки в миде редко реже ошибаются чем четверки найду я где спрятаться от эсэфа у эсэфа винрейт такой на самом деле плохой достаточно потому что очень многие люди они пикают эсэфа не для того чтобы выиграть игру не потому что им герои нравятся а чтобы не проиграть свою линию чтобы хотя бы там парочку шильных киллов сделать если игра тяжелая всю игру на коне быть и не чувствуясь себя виноватым ни в чем или я знаю таких людей очень многих тренесов выбирают по этим причинам вот айсберг вообще наверное сэфи перестал играть вот это его сигнатурка вообще самый любимый герой у айсберга сэфчик но в этом патче вообще не пикает вот я даже не вспомню когда он все не раз на сэфи играл прям он вообще видимо не нравится в внешней мете она в один раз пикнул и куском просто каким-то бегал сложно чего-то было сделать очень уязвимый персонаж такой несмотря на хгм сложно зайти надо рошана ждать а про рошана тоже знают петушок просто разведчик стоит санчат раз так ну и это получается 3 до рашон вы прикликать что-то мы гоним чуть есть не там рефрешера какой же долгий контроль по бруде но все равно не хватает алибард еще слетает на часовой стилица придет обратно фуловая топорка везде успеет побывать любая дайдам с опять же не хватает дэмэджа даже вот сейчас например на на бруду не хватило урона чуть-чуть совсем таланта 30 тоже не хватило чтобы смог достанчик был из этого бы добавить и не отпустили бы эту грудку но сейчас чуть под по фармит ему нужно к ним еще огонь и бассейн купить у и аппарат подставляется не только фустав ничего не боюсь легкий кио отлично и 30 л какая же это жуть стыдно к башке сейчас контакте с травкой и никак на него не развернуться в его рефракшен и на что такое там парке вообще сделать у нее 3000 хп у неё талант на рефракшен настолько бессмертная по ощущениям ресурса восстановил щас пойдет еще может аега забрать либо же антимагаса и смотри по трэпу приятную смотри-ка цепа нет ведь этого пока а пак на спатье застанулся есть blink за шпак еще мобильнее чем это темп ларка пожалел пику мне кажется можно было попробовать расставнуться на хг когда мол дамбу успел спить уже все равно ничего не терял вот такое ощущение что было каждую игру нужно сейчас брать против этой темп ларки напишет напали придешь на линию против брутки и конечная а вместе против себя с сэрчик будет магический но зато против минера паэл хорош взором чаще всего закрывали темп ларку на мажоре моим наблюдением разор идеальный драфт парочки рекомендую на кейли разора брали вид разор обрады просто что-то парку закрыть хорошо этот герой себя чувствует против не вайпер тоже мелькал старый добрый вайпер и но опять же время идет там пларка становится все сильнее и сильнее и потенциал они сейчас огромный эти герои 8 стадии проседают разор еще минус такой он очень метанолинию спушивает стенд ларка с вышла линию под фармила лесочек разор пока эту линию спушивает чтобы даже под фармить либо чтобы за темп ларки побегать проходит слишком много времени это как клинзом или как куда контрить темп ларку там очень активные пики брали под под этого разора чтобы постоянно драки навязывать постараться игру еще не затянуть темповые такие так ну чё там даже 5 тир уже не за играми часики то тикают 10 минут до 5 тира на хг очень сложно зайти там пак с дремковым аганимным дровка тоже с хг настреливает но хрен ты зайдешь нужно нужно как-то что подставили соперники и тогда шансы имеется это парка в любом случае все идеально делает вообще до сих пор не поставился ни разу но одна смерть не и конечно имеется но там невозможно было не умереть а так он все еще дофигища фарм это вот интересно даже крипов у него все еще больше чем у антимага ты прикинь антимаг 50 минут с бфм и у темп варке на три сотки больше крипов но правда он еще этих убивал паучков ну да ладно все равно выглядит жестко этот аганим это нечто пошел на базу слетал по две треки он на базе оставляет вот очередная проблема для даяр что у них опять нет а егиса с темаги сам поиграли очень мало опять же 40 тысяч преимущество уже с каждым рашаном будут репрессеры копить будут аганима всем раздавать рано или поздно разин просто не вывезут особенно вот это париж бедняга 3 7 форстафа убирается два утра этом тарки пошли пайп опа так и посмотрикает там дровка она с ударом да вот так покупала не шитерно но нашли ее таки у и нашли чинить сучку оказалось что-то вентима кто-то прыгнул брин лаком не произошел извините ухта он до фаза закупился на дровки без байбека это муатар без кд получается можно было просто даггер попробовать как вариант вот это ватт на кдр аватар даже не знаю муатар похуже будет чем даггер на антиматором почти удивил тем более сильверные дровки он без кулдауна то есть постоянно в инвиза и попытка запрыгнуть но факт доджет шифтом бкб нажимается после или барды приятная ситуация ладно брак пройдешь на сейчас катится рефракшен еще даже барак ты посмотри насколько тяжело дается этот барак несчастный столько там круто отбиваются с пикой просто не часто это откидывается но все-таки барак осилили опять же эта сторона на им особо особо ничего не дает он часто порешено на парус убили все эти рефракшены за полтри секунды обречен причем участвовал только своим трем скиллом здесь от пак вообще не уследить даже не могу где он вообще он вроде будет прям на ту трапу прыгнул а вроде бы нет его ой смотри-ка цепанул все-таки 2 пока есть с а есть салатус да фикса очень не хватает на власти выше некуда разве что слот дизора там к бешки ты тоже не откажешься мы против и дровка без бабочки а кстати да я чё не крест надёга а кому писал остановись пицц импетус и фигачат аж бк бт паут нажал то что реально а какого хрена это работает в рутах какого хрена агонимный скилл темп ларки который фактически является телепортом работает в рутах агонимный койл жесть экстраспелл иски не этого это вообще супер жестко просто бкб недавно кстати общался одним человеком ты с ним знаком его егор зовут и он от ожидал что пачцы балансированный что ему все нравится ну разве что вы там бруду немножко не рванусь и остальные герои вы просто пушка-вышка баланс все хорошо если согласишься в егор тоже высказываемся неделю назад егор говорю что все ему нравится похода с памятью проблемы но это жаско но не ты с егором разговаривал у нас просто как каждый день когда мы с егором созваниваемся я сначала экспрессивно кричу где патч когда патч а потом мы же здороваемся тут роша ночью еще остается блин непонятно что делать на на торс наращивать уже у него 10000 в кармане просто лежат мертвым грозом у ее это ладно убьют пока какая же красотища ядровку цепанули какая же сейчас соляра доктора в этой ситуации как они тут оказались вообще все и так настолько сильно подставились опять дровка без бпк умирает что они тут делали вообще не понимаю андима кстати только что 30 получил темп ларка уже почти 20 минут с ним бегает или даже больше 20 на тридцать седьмой грозе 30 получил как разложится сраженных играл про поражите за нас арменить мкб-шку надо менять и не дизор дровка не взяла бабочку уже покупал мкб против бабочки на дороге будущий мкб-шку в рюкзак или на базу положите нормально алебарды не такая большая проблема в этом патче как мне кажется смотри-ка франции я все это делаю об и опять та же история просто бкб на трэпу полетел и все в дремку или пока вагонин есть какого хрена реально жесть темп ларка одними из самых сильных героев с внешним весело вставить одними из самых сильных героев двадцать восьмом патча ее обнули в двадцать девятом несколько раз у нее 57 процентов еще тогда был винрейт когда не прям в каждой игре темп ларка слетала просто было таким средним героем так они все равно 57 57 процент винрейт был просто ты сейчас эти вин ряд невысокий то что пришли от процентов говорил это не так но потому что и пикают все подряд очевидно когда герои пикают редко винрейт у него выше то же самое на умники сейчас 63 процента винрейт доме кимба или может быть но там не настолько редко же пикают еще реже конечно но это время 500 пиков было сейчас по моему за 2000 касались касались точно помню там бежеве число каждый день меняется мы можем сколько угодно это обсуждать каждый по своему правом будет потому что мы просто нет не смотрели статистику и 15000 творится на самом деле очень мидитативный геймплей обычно какое-то напряжение накал а тут на трапы прыгаешь крибочков фармишь нетворс растет вообще кайф 1000 крипов юбилей уже прокнул отрисатки больше чем у тиманга для приличия с хавауси и муншарта не туча не в один стычка воды вот там тоже крутой предмет как раз стоит дофигища отдает в принципе приятные вещи тебе весом не нравится да не новые посадку и уже 5 тира ничего себе небеса такое чудо и сэп старый обе слышала ну вот нынешний такой оси кончата без века меру и геймчик увидел пошел и сразу фармить блин ему все мало в чем все фармит и фармит ланта ты человек толкнуть нужно эту линию просто фармить так ну и 5 тир надо еще выбивать лишним не будем причем причем они позволяют команде света выходить с базы выбивать эти шмотки а смотри как дровка светанула сейчас на куре сразу же стрела на расцветку прилетела тропы покидать в малые леса смотри-ка уже третью шмотку ряд дровка выпивает и за два удара минус мирана и как фейкует ты обрати внимание только темп ларка не обманешь так это уже какой подсчет урошан был да ты по идее аганим это тоже всех имеются хоть нет умирано не тоганим у санкинга все еще нет аганима даже шарда да подожди они ни одного предмета не выпили какого хрена противники которые зажатые выбили три предмета парка которая имеет 1100 крипов ни одного предмета не выбила они забыли что ли как-то понимание кажется хотят бай и строки убить правда уже выбили сейчас-то куда идут потратить реально 30 секунд сейчас по выбивать шмотки отпушить две линии они все это хотел ладно берутся и слова обратно правда дизоль болезни мкб шки выглядит в куша и в принципе на этом поларке у которой есть 600 урона с руки дизоль интереснее выглядит чем мкб шка так баллиста это немножко не тот айтам ради которого мы собрались на выгодит интересно согласись ну можно кстати да поносить в дровке дизолятора 2 вот прикинь на дровке баллиста покруче мне кажется тем более в их ситуации вот в этой игре вообще баллиста хороший предмет не бесполезно я на кстати смотри он себе взял на себя в нинджи гиро ради смачка на саппортах нинджи гир крутая очень тема в рейте постоянно смаке вот так находиться где-нибудь сзади чисто ошибаться закину всех баллиста еще тоже в рюкзачок такое ощущение что она ему не нужна ухты дизолятор 2 дизолятор 2 покруче должны быть ради него мы собрались и всем к башку он свой дизолятор выкинул баллиста взял сам к башкой а может не надо может дизоль и дизоль он вообще предметах по ощущениям запутался у него один стычка воды и вот не может определиться хочется все иметь но непонятно что эффективнее что-то кирпича твой бегите это кстати фейк что они явно сдаваться не собираются они заманивают то что они как и очень хорошо могу драться с баллистом так и в листу света разве есть вот этим и я вижу как там дворка с баллисты херачат капец там ультима это лежит на сколько дизоль лучше было бы новичьи чем мкд выспешно себя поборачивать продолжение получается разменялись на сторону сторону на антимага разменяли честно и один парок не сломали там два брака существует но мега крипы бонус неплохой на сильно это конечно много не даст дропа слегка не проказа мегасов убивать так и смотри-ка шар красотища линку моментально зверя охренеть это дамы штамп ларкина 66 минут игры опять же у нас много зрителей которые с первой доты когда-нибудь мблорк планы столько живые давай как сейчас а у резинки все-таки бариста что я не заметил ты был прав на в том файсе с дизором бегала дровка полинской пары пират хэд дизолью баллиста у них мы же просто мне кажется интересно играть то что такие игры очень редко бывает что с предметами можно побегать вот так поиграться но дровка сотри какая сильная у нее на самом деле потенциал сейчас огромный то есть у нее вот эта баллиста она от хэга хорошо стоит либо еще как-нибудь на творче к набрать 30 уровень взять под пока опять же очень круто смотрится этот dream coil это за дремка он всегда антибак умирает а что это а как он там оказался интересно ты про кого я не понял про санкинга ладно за 2 боя умер ничего страшного мира над как каждый раз когда на хэграун стрелу пускает у нее перед глазами то как она сервер будет сейчас выпадет игра закончится тебе нет такого ну да кстати и секундная стрела решает блин уже не будет продавать не нельзя продавать разрывается на пинча бить пить его конечно капец как не супер долго но все-таки осилили у нее имеется правда байбек разменяли они на доктор ой значит закончится даст пока бы не они не даст и science какая же это мерзость блин жесть я уже я и она секунду поверил что он вышло и что он умрет то что он без бкб этому без бкб погибнет но это же сервера но это имба вот это явно и имба так не должно работать все 3 дизолятор продал и пошел фармить давно кстати они сантимагом не фармили одну пачку даже приятно было как-то смотреть как не праздник частях карты играют от стычка воды ну байбек байбек больше половина стоит этой этих этой суммы 13000 раз тысяч долларов байбек стоит нифиговая так-то сумма что на самом деле максимум только рапирку может позволить чисто подождет и 5100 этот ларки бай а 13000 сбыток чё-то я пьяный реально извиняюсь ладно 69 минут смотрим тогда 2 рапирки может себе купить но байбеке влете очень много стоит все равно кошки-мышки играют с паком всю игру сейчас будет новый решан 6 уже получаясь от играющего печи сможет лица то что ну блин а как ее закончить я вообще не понимаю это же просто интересно даже даже играть в это они безбашенных вроде вещей не делаю сыграть все равно аккуратно на хг не ломятся в тупую просто в бараке в трон не знаю мегасов тоже не тропится сделать не просто пытаются на на ошибки а подавить соперников у я по итогу подловили на ошибки эти мага на дремку на него нажали парень оттуда видимо не уйдет но он спаем теперь же это под тайминг рошана возможно этот бои выпил я цене ветерально проиграть могут от этом этого дровка очень сильно смотрится смотри-ка за который выключен пошел в последний барак прыгнул от травм и красавицы по 2 к башкой добить а я ну там гриф грифчата у меня бренлаги нормально парак сломал сископер ты перетянул а его ты пешку уже откатилась вроде бы того что эскепился бежал в страхе а вроде бы убивает сейчас двух вражеских саппортов без каких-либо проблем этот парень помнишь рекламу nikon фотоаппаратов то там какие-нибудь такие фразы красивые я как это начинается с я вот рекламы доты была бы наверное я идеальный баланс ну да еще прикольно что у этого парня микро вообще нереально постоянно но он всю игру носит собой три нейтральных предмета перекладывает их там с получими лапками бегает изолятор перекладывают вот сейчас x-машина поднес рефрешер себе поднес постоянно вот эти трапы очень крутые что он может на всей карте все находиться передвижение блин он играет очень круто учитываем и даже хотя мне наверное нельзя хвалить игрока но все равно он за эту игру так ни разу и не ошибся настолько идеально все делает и кнопки нажимаются идеальные передвижение идеально играют он очень аккуратно у него с машиной и с рефрешером 3 бкб шки если хорошо нажать фракшен то 42 заряда рефракшена машина не когда же 3 фракшен но опять же то есть заходишь с готов а дровки наверно особенно весело играть причем близко ты заметил она как-то отдельный дэм джин считается не или мне показалось там слетали вроде бы два заряда рефракшена за удар так а сколько хп у этого рошана обратите внимание у него хп вообще не уменьшается 14000 и арморы за 30 6 дороже и набраде столько играл я считать больше чем до трех не умею пытаюсь еще пока убить ну слушай там бруда в таверне у них есть эйгис можно и закончили попробовать перекладывает машину но кстати мегасов сделан тима цена жизни правда кажется хотят ду дровки смотри-ка своей свои занятия и умирая дровка по итогам да ладно плата рушила просто не убили занять сигмали дикто там этим акуки а слабость что ему отменила это баллиста отменяет этот скилл что все игру не могут это законтрить этот просто тычка с баллисты с баллисты контра найдено затягивайте игры против там парке выбивайте баллисту получается телепорт не сможет сделать что делать с тем что у тебя мега крип и на дровке с баллисты и у тебя на дровке нет выкупа в этом парке есть что по моему контра нихера не найдено а где на саппортах байбеке у них денег не хватает вы чё черт так ты давай не ругайся на незнакомых людей в общем умира на денег не хватает на байбек сектра когда это ладно блин могут рано прыгать дровка очень сильная знаешь что можно сделать в эти это закинуть бедному саппорту моншар который ему не нужен для того чтобы него выкуп был дороже это самое забавное что можно делать часовых играх так и смотри как в трон ломится а глифа то нет на темп ларке боевых вообще не хочется но антимаг смотри как долго фронт лэнг блин по нему сейчас уже откатится санкин прыгнул и дровка дровка погибает по итогу с монобойда краешком его задел и летит сюда темп ларка как давно он обычно на телепорта не зал число я порешен загляделся здравствуйте чего тут снимаете как его жалко на аппарате беднягу а он ультой наверное целился отдам вышел чужие это живой но в этот раз он вышел в предыдущая интрига 15 нет аксиодровки 14 спиртей блин даже жалко что закончится сейчас уже точно без шансов без байбеков без дровки они не задевают же не верю только если антимаг без вебоком рот и парка бэк не нажимал хочу напомнить но не на 100 трона до встречи селена ты на бурьеры дровки посмотри обитает на 3 пиры закончу мое страдание написал насколько я понимаю мизер я хотел не знаю как миссари переводится но миссари страдания переводятся но он устал да блин он сколько получается час двадцать просто по клавиатуре головой ездил столько кнопок чем всю игру причем на темп ларке даже рейд клик требует микро скилла то есть постоянно мансить на эти пси-блэйды это это в какой-то мере утомляет это на антимаги ты стал на автоатаки на вайве или на паке там как ласнул дабылки я в этом тарке нет ищешь позиции постоянно меняешь углы вообще на стопом микрил 80 минут продажей трапа постоянно наш вот эти расставлять него вообще мега впаду было этим заниматься а он этим час двадцать просто и безошибочно вот единственная смерть ну вот эти две смерти они вообще рандомные какие-то получились ну первое ладно там не умереть сложно в начале игры но вот последняя смерть вообще неожиданная была знали фишку очень неочевидно баллиста контрит магонимный скилл темп ларки dream coil значит не контрит баллиста да и всем огромное спасибо за просмотр если видео понравилось то предлагаю не пожалеть лайк лайки очень помогают развитию канала не стесняйтесь писать комментарии я уверен есть что написать про эту игру и увидимся